Всем доброе утро, ребят! У нас 4 часа утра, я не спала всю ночь и начинаю вам снимать новый влог сегодня у нас шестой день и сейчас я вам кое-что покажу хочу сразу сказать о том, что я была просто в шоке, думаю вы тоже будете в шоке цветы и мишка вот так теперь, ребят, во-первых, я не знаю куда деть этого медведя и где он будет жить потому что у меня и так комната очень маленькая, но я знаю 100% что я заберу его с собой на новую квартиру и цветочки очень-очень красивые вот с таким прекрасным настроением я буду начинать сегодняшний мой день плюс я не спала всю ночь, но этот момент мы упустим вы просто посмотрите какой он огромный, он очень тяжелый, я его еле дотащила домой и на самом деле такие вещи как цветы и этот мишка, это абсолютно нормально просто в моей жизни этого всего настолько давно не было, что я даже не знала как реагировать но я просто безумно счастлива, мне очень приятно и теперь этот большой малыш будет жить со мной а это весной еще и переедет со мной в новую квартиру несмотря на то, что у нас 4 часа утра, прямо сейчас я решила разобрать мой гардероб убрать вещи, которые я не буду носить, решила это сделать вместе с вами все просили влоги подлиннее, поэтому я вас услышала также в сегодняшнем влоге у нас будет классная распаковка вещей от одного русского бренда разные вкусняшки, мы вместе с вами позавтракаем, пойдем на тренировку в общем день обещает быть длинным, несмотря на то, что я не спала, я полна энергии я полна таких позитивных эмоций, поэтому хочу сегодня этот день провести вместе с вами желаю вам приятного просмотра, вы усаживаетесь поудобнее берите с собой ваши вкусняшки, чаек, мандаринки, либо просто стакан с водой и мы начинаем думаю все помнят вот это пальто, которое я купила в магазине Холлистер оно мне безумно нравилось именно по цвету, по фасону но оно на меня реально огромное, как вы видите осталась еще этикетка с ценником и я его прямо сейчас заказала, в общем, обратно его отдать мне вернут деньги, потому что я его так ни разу и не носила когда закончу с уборкой, сложу его в коробку, прикреплю этикетку и отправлю обратно пока я убирала, ко мне в голову пришла гениальная идея я думаю, вот эти ящики, в которых у меня всегда стоит белье, переместить в это отделение так у меня никогда больше не будет продакать здесь наверху, потому что я всегда сюда ложу какие-то вещи платье я перемещу на низ, а наверх я поставлю все чемоданы и коробки с обувью первый шаг я сделала кстати, за тумбочками была куча вещей, которые я не могла найти уже, наверное, годами теперь мне нужно все платья переместить вниз а туда наверх нужно засунуть чемодан, который находится тут ну вот, как-то так, ребят, теперь это выглядит чемоданы сейчас поставлю наверх, а на место чемодана всю обувь просто посмотрите, как сейчас выглядит моя комната это жесть это реально жесть сегодня к чаю у меня будет вот такой веганский шоколад от бренда Vegan Chocolate они производят исключительно веганские шоколадки, поэтому не содержат рафинированный сахар, лактозу у них абсолютно натуральный состав и большой выбор продукции такая шоколадка станет отличным дополнением для вашего новогоднего подарка для родных и близких ссылочку на инстаграм девчонок, которые делают эти шоколадки, я оставлю внизу в описании поверьте мне, они безумно вкусные, вы не пожалеете это нереально вкусно кстати, про мою комнату я закончила уборку, хотя сейчас кажется, что снова беспорядок просто там одежда, которую я вам должна сегодня показать в видео мишка, который занимает всю кровать чуть надо поправить плед, а так в принципе все так и должно выглядеть я сейчас переодеваюсь еду с моей мамой на кофе и потом сразу же в спортзал отрабатывать шоколадку, которую я только что ела да и вообще у меня сегодня по плану была тренировка я взяла свою маленькую камеру на улицу, потому что большую тащить очень сложно дайте мне знать в комментариях, как качество у нас на улице все так же снежок еще немножко вот есть осталось а вообще погода сегодня очень кайфовая прям идеальная, чтобы пойти на какую-то прогулку в горы либо просто побегать в парке ой, доброе утро, моя ласточка любимая моя любимая машинка как же я люблю ездить за рулем, вот просто кайфуем мой день удался просто потому что я уже села в машину сижу, включила ее и сейчас поеду хоть в центр мне ехать буквально 10 минут это очень быстро но это будут самые кайфовые 10 минут за этот день конечно сегодня в спортзале мне будет, думаю, классно потому что я обожаю тренироваться для меня это тоже такой способ выплеснуть эмоции как-то одновременно расслабиться перестать о чем-то думать поэтому спортзал это прям для меня очень важно наверное на первом месте у меня машина, потом спортзал, потом все остальное я имею в виду из каких-то материальных вещей конечно же на первом месте у меня семья в плане вот если обобщить вот чтобы вы меня правильно поняли а вот если говорить о каких-то материальных вещах в моей жизни то это наверное машина а потом спортзал а потом... нет, наверное так машина, потому что я без езды не могу на втором месте мой компьютер потому что это очень тесно связано с моей работой без компьютера я не смогу работать не смогу выкладывать ролики на YouTube. И на третьем месте это спортзал. Это то, что мне нужно в жизни всегда, и без этого я вообще никак. Смотрите, кого я встретила. Мы идём на кофе. Не, не показывай, не. Ой, короче, я приехала на машине в центр, потому что маме на работе дали кучу разных игрушек детских. Получается, там, где она работает, там девочку удочерили из России, ну и она уже выросла, осталась куча игрушек, они очень много всего покупали, поэтому мы что-то отправили на Украину. В Украину, не знаю, как правильно. Что-то мы выбросим, что-то мама себе оставила. Ты тоже какие-то игрушки там решила оставить? Там такая кошечка, надо батарейки поменять, чтобы они движутся. Короче. Я украю. Я себя оставлю на память. Ты ещё внутри ребенка. Потом она когда вырастет, я покажу, и как посмотри. А что она не захотела себе оставить на память? Ну, не знаю. Понятно. Я уже пришла домой со спортзала, сейчас быстренько переоденусь, точнее сначала схожу в душ и буду ехать в Милан, потому что я договорилась с Максимом пойти починить мне телефон. Оказывается, у него есть какой-то знакомый китаец, который буквально за часик мне всё сделает. Скоро начнутся зимние каникулы, я скоро уезжаю в горы, и мне нужен как бы телефон, нормальная камера, у меня всё сзади треснуто, поэтому я хочу побыстрее это починить. Стоит мне это будет буквально 40 евро. Я вообще была в шоке. Для меня это смешная цена, потому что как бы в Apple Store мне вообще сказали тебе порой менять телефон. Соответственно, я очень рада, что я так мало потрачу. Единственное, что у нас забастовка поездов, и может быть так, что я до Милана доберусь, а с Миланы не смогу приехать домой, поэтому возьму с собой на всякий случай побольше денег, если вдруг не нужно будет заплатить за такси. В общем, да, и ещё я сегодня, кстати, после тренировки ехала домой, и такой инсайт словила, как-то начала задумываться за этот год, 2021, я поняла, что я настолько рада, что он уходит. Этот год реально я добавлю в чёрный список моей жизни. Я ни о чём не жалею, ни об одном своём поступке, но я столько уроков словила, столько выводов сделала, столько, не знаю, инсайтов. Я очень рада, что 22-й год я начну, во-первых, в другой стране, во-вторых, для меня это прям будет чистый лист, прям чистый листок. А вообще, следующая неделя у меня будет просто сумасшедшая, много встреч, много путешествий, много интересных знакомств, и я просто с нетерпением жду, потому что, мне кажется, у меня столько будет эмоций, я постараюсь вам что-то снимать. Но в горах точно будут влогмасы, потому что в горах будет очень много красоты, которые я, безусловно, захочу разделить с вами. Не знаю, я просыпаюсь каждый день, ребята, понимаю, что я люблю свою жизнь, потому что каждый день у меня разный, не похож на предыдущий, много эмоций, впечатлений. Также у меня появился новый друг, который скоро переедет со мной в новую квартиру, поэтому не знаю, я сейчас люблю свою жизнь, реально я просто счастлива. Знаете, что самое крутое в моём состоянии, то, что я чувствую независимость. Вот не только финансово, а даже вот эмоционально. Я никому не привязана, никому ничего не должна, и сегодня захочу, могу хоть на Бали полететь. И я полечу туда, просто сейчас у меня в приоритете переезд. Мишка мне должен помочь. Ты поможешь мне переехать? Скоро мы эту комнату оставим. Мама тут себе сделает какую-то кладовку походу. Кстати, хотела показать вам, какая крутая одежда мне пришла от русского бренда Aimclaw. В этот нежный голубой свитер я просто влюбилась с первого взгляда, и он явно является моим фаворитом. Кстати, на сайте подобного рода свитер есть в разных цветах. Также вот этот красный, он мне напоминает Рождество и Новый год, и я уже, кстати, сделала несколько фотографий с ним. В моём инстаграме вы можете оценить. И последняя вещь из посылки, это вот такое худи. К нему также есть штаны, то есть можно купить по отдельности, либо костюм. Кстати, к этой худи есть также вот такие штаны. Это как костюм получается. Не буду сейчас их надевать, потому что я опаздываю, но они тоже очень круто смотрятся. И материал очень-очень приятный на ощупь. Вот вы можете посмотреть поближе. Кстати, также Aimclaw по ссылке ставит вам вот такую карточку. Здесь название бренда и правило, как правильно ухаживать за этими вещами. И каждая вещь приходит в вот таком мешочке брендированном. Тут написано Aim. Каждая вещь была в таком мешочке. Ребят, так как я показывала вам эти вещи уже в моих прошлых влогмассах, я связалась с девчонками из Aimclaw, и у меня для вас есть предновогодний промокод. Вы его сейчас можете видеть на экране, он даст вам скидку 15%. Вот, поэтому заходите, там реально очень крутые вещи, очень качественные. У меня, кстати, еще с прошлого года остались вещи тоже от этого бренда. Я безумно довольна этими вещами, потому что они такие базовые, подходят абсолютно под все, и, как я сказала, качество реально очень крутое. Но я быстро одеваюсь, и мы направляемся. Я уже встретила Максима, ребят. Здравствуйте, еще раз. Девчонки. Мы отдали мой телефон. Нужно ждать час, пока мне его сделают, и мы пришли в МАК. В общем, сегодня у нас читмил. Взяли себе две менюшки, вот, сели, будем смотреть на город. Милан, кстати, очень красивый. И будем кушать. Да? Смотрите, как мы всем оделся. Ты куда? Ты депутат? Я, короче, буду идти... Куда я буду идти? Депутаты. На дебаты. В общем, все, нам приятного аппетита. Так, это твоя Кока-Кола. Это мой холодный чай. Кстати, в последнее время в МАКе не дают трубочки, типа, за этот, за экологию, но если попросите, то дадут. Еще бургеры иногда не дают. Вот. Да, его один раз, короче, обманули на бургер. Что? Ничего. Вот сегодня мы пошли погуляли, айфон справили, за 40 гривен штаны купили и такие вот дела. Ребята, гуляем по вечернему Милану. Посмотрите, как красиво. Честно, я уже давно вот так просто непринужденно не гуляла по Милану. Мы сейчас направляемся на станцию Гарибальди. Просто гуляем, кайфуем, болтаем, прикалываемся. Я сейчас уже буду ехать домой. Еду монтировать этот влог. Вообще, я очень сильно хочу спать. Я устала. Я не спала всю ночь. Точнее, потом днем спала, что-то там, два часа буквально. И все. А Максим идет работать в ресторан. Да. Он, кстати, тут играет в одном очень классном ресторане в Милане. Я, кстати, скоро туда пойду и покажу вам. Там очень вкусные блюда. Там нереально крутая атмосфера. И там играет Максим. Так что, если вы будете... Да, я там играю на баяне. Не ври. На фортепиано он играет. Пианист. Ты пианист? Я там иногда на пианино, иногда на баяне. Понятно. Вот так, типа. Как по настроению. Вот. Не слушайте его, он играет только на пианино. Блин, такой свет плохой. О, так лучше. Ладно, у меня уже замерзли руки. Кстати, ребят, мы починили мой телефон. Я вам дома покажу. Буквально за часик японец справился. И я заплатила 35 евро. Это очень мало за починку телефона. поэтому я безумно рада. Теперь у меня все нормально с айфоном. Ну что, Максим сейчас идет уже на работу. Так, я иду на работу. Отож, расчистуйте брови и бывайте здоровы. Ой, ребят, с ним не бывает скучно вообще никогда. И назад. Веселит меня каждый день. Да. Мамкин шутник. Мамкин шутник. Блин, как же красиво. Я даже домой не хочу. Не знаю, меня привлекают вот эти большие высотки. Но надо домой. Мамкин. Мамкин шутник. Мамкан шутник. Субтитры подогнал «Симон»